я друзья с вами кик кик мессенджер компания кик назвать кик с некоторыми компаниям также кроме весь они открыли фонды для борьбы с с так вот правильная информация касательно этого во первых все это не касается абсолютно граждан которые не в америке потому что суть это этой борьбе иск борьбы скажем так вообще суть борьбы в том чтобы кик как-то выкручил выкрутила свой корень у которого были огромное количество проблем с айсио и пост айсио но даже если мы это не будем брать как первая цель в том что в америке вообще из понятия греть аккредитованный инвестор но не только в америке 2 во многих странах вот проблема в америке в том что скажем ты четыре года учился для того чтобы у инвестиции учился и хочет инвестировать но ты не можешь инвестировать потому что нет к примеру чтобы так и дедовым инвестором за прошлый год к примеру или за прошлые два года у тебя должно быть на пингом при 200 тысяч долларов получается что что-то скажем знакомый у которого дед умер у полный придурок но дед умер и оставил наследство может инвестировать а ты учился четыре года инвестиции вот не можешь инвестировать вот поэтому аккредитованные место и вот этот законопроект касательно этого лучше чтобы они смягчили по некоторые пункты изменили для того чтобы простой народ мог инвестировать тот же в осио или другие проекты но с другой стороны когда люди кричат что мы не хотим быть чтобы либо регулятор и вошли в крипто рынок а что вы хотите конца 2017 года хотя опять чтобы 90 процентов айсио просто вас ограбили вот не ну не надо быть не знаю 14 летным умом или честнадцатилетным мы не хотим регуляции в крипте о чем речь с и что вот фишка в чем все в этом что цес и в конце начало и все бума не могли тогда остановить все они могли через неделю через 10 дней они когда захотели тогда я остановили бы оси буму почему они этого не сделали потому что это просто полный пакет карт чтобы потом вот когда вот любой неважно это кроме весь неважно это другая компания или все вместо взяты или взяты или вес все граждане и собрались и значили мы не хотим регуляции скрипто рынка с уцсу было полный карт планш скажем так не было регуляции был конец 2017 года а мы заботимся гражданах вот у вас будет регуляции у вас не будет 90 процентов спаском проектов вот цель всего этого что я хочу сказать что хорошо что и гуляя за регуляцию потому что я думаю что 90 процентов людей они не понимают вообще в чё что инвестируют не делаю дюйсер абсолютно друг сказал что он поднял деньги чизать за один из очередной пирамиды делаете пирамиды россию буме тот тоже тоже было огромное количество пирамид то есть регуляции что для чего нужно лишь чтобы все этого не не булка или минимализировать на максимуме даже тот же кей компания кейк мессендер да которые выпустили свой коин они если бы они прошли все до куда регуляции документы чтобы их секьюрити они почему кричат но вообще многие компании которые собрались и еще соберутся касательно этой темы в чем их проблема в том что ты сможет их коины отформулировать как security а это для них просто будет катастрофой но с другой стороны если посмотреть это для них катастрофа а для граждан которые инвестировали нужные проекты токены скажем так это для них не катастрофа это для них как минимум знание что нельзя больше делалось такое если вы хотите инвестировать или учитесь или обращайтесь к финансовым адвайзером это это правильная тактика то есть нельзя из-за того что красит красивый веб-сайт или некоторые адвайзеры которые по подняли имя во время этой криптов заварухи вот их лица есть в этой на сайте все нужно можно тут и нужно тут инвестировать что будет после регуляции я за то чтобы эти законы касательно аккредитованных инвесторов они очень сильно изменились и за то чтобы крипто пришла полным ходом регуляция потом почему потому что после регуляции у нас не будут проекты которые говорят что вот мы даем вот такие проценты на то чтобы дали нам ваши сбережения неважно это битисе эфириум или рыбу или любая другая валюта ну вот мы даем вам годовых 6 процентов 5 на и через несколько месяцев или года они исчезают нету их вот таких компаний не будет не будет каких-то не не будет никаких спам-проектов в ланчпаде бинансы там все спам абсолютно ни одного проекта в ланчпаде бинанс не было чтобы до сих пор посмотрите все проекты девелопмент всех компаний которые были на лачпад начиная сбить торрента ноль девелопмента абсолютно даже нету ни одного ни одной строчки чтобы изменилась в этом коде понимаете и когда девелопмента вот такая стартовая компания никто не занимается тем чтобы развивать этот проект значит этот проект из изначально дух спам проектом просто подняли деньги продали на всех кто купился на это и все вот не будет таких проектов неважно в ланчпаде или в другом то есть пожмут хорошо еще и бинанс не будет никаких ну минимально все будет поняли пирамиды будут минимальными и новые фантастические идеи которые тот же джастин сам тот же трон пойдет к черту я за я за регуляцию чтобы не обворовывали валить людей обворовывал не грабили людей и за то чтобы смягчили законы насчет аккредитованных инвесторов спасибо всем пока